Всем добрый день! Вы меня уже потеряли, уже даже пишите, куда я пропала, два дня меня нет. Но в выходной день, вернее, как он, в праздничный день ездили на Ржевский мемориал, смотрели на памятник. Очень-очень вдохновило, вообще, такое настроение было. Домой приехала, вообще делать ничего не могла. Да, вообще не могла ничего делать. Столько там погибших, написано фамилии. Ну, ладно. Сегодня я хочу сделать, ну, тесто такое, наподобие, как я делала тесто, наподобие пампушек. Мне понадобится стакан теплой воды. Я сразу в миску выливаю. Дрожжей. У меня сегодня прессованное дрожжи. Грамм 15, наверное, в теплую воду кладу. И столовую ложку сахарного песка. Все это мне нужно хорошенько размешать, чтобы дрожжи активировались. Подожду, пока они чуть-чуть растворятся. Дальше продолжим. Дрожжи растворились. Сюда добавляю соли. Кто-то очень возмущается, когда вот так я добавляю соль и масло. Масло сразу 3 ложки надо. Говорят, как можно в дрожжи масло, соль. Но такой рецепт. Я этим рецептом пользуюсь уже давно. И все хорошо получается. Раз, два, три. Если вы сомневаетесь в чем-то, но делайте, как вам хочется, как вы привыкли делать. Ну а составляющие отсюда можно взять. А порядок можете свой установить. Хорошо размешиваю. И сюда же мне нужно добавить 3 стакана муки. Такой же стакан, как и жидкости я брала. 250 миллилитров стакан. Один. Сейчас наберу второй. Мука у меня просеянная. Видите, бугорочком насеяла. Приготовилась. Два, три стакана сыпем муки. Должно получиться очень хорошее тесто. Ленчик уже убираю, потому что тяжело будет мешаться тесто. Буду пользоваться ложкой. Можно лопаткой. Замешиваю тесто. Вот замесила ложкой. Вот так у меня получилось. Миска становится чистая. Видите? И тесто собирается в комочек. Теперь уже дальше ложкой не буду месить. Буду руками вымешивать. Можно на столе, можно в миске. Если к рукам чуть-чуть прилипает, можно немножко мукой подсыпать. Можно вот так отбивать тесто. Можно поиграть с тестом. Сейчас я его приведу в чувство. И поставим на расстойку. Тесто должно быстро подойти. Вымесила тесто. Вот такое оно получилось. Оно очень нежное, очень нежное. Не надо забивать мукой. А теперь оставлю его на расстойку поставлю. Накрою крышкой. И в теплое место. И будем засекать время. 15 минут. У меня прошло 45 минут. У меня тесто поднялось. Его же немного. Посмотрите, сколько. Увеличилось. Раза в два, а то и больше в размерах увеличилось. Теперь я присыпаю стол мукой. Ну, не очень сильно. Немножко. Выкладываю сюда тесто. Немножко его обомну. Пищит. Немножко пищит. Попискивает. Если чуть-чуть прилипает к рукам, я вот в муку окунаю пальцы. Так. Теперь я его попробую растянуть руками. Растянула немножко руками. И чуть-чуть скалкой. Немножко скалкой. Я приготовила такую сковородку. Вот по этой сковородке я и сделаю лепешечку такую. А сковородку я смазала. Налила масло и смажу маслом. Донышко и бока. Разогрела, кстати, сковородку. Я подогрела. Теперь укладываю сюда тесто. Вот так. А тесто прям живое, под руками подходит. Теперь отставлю чуть-чуть в сторонку. Теперь мне понадобится сыр. Нарежу несколько кусочков сыра. Не очень толсто. Миллиметра по 3. Кстати, этим ножом очень удобно. А он, наверное, и есть сырный, этот нож. Разрезаю еще на кусочки. Вот такие кусочки у меня получаются. А теперь беру вот этот пластмассовый делитель для теста, окунула в муку. И делаю такие вмятины в тесте. Но не до конца. Не до донышка. Не разрезаю тесто, а просто вмятины делаю. И поперек. Вроде как делю на такие квадратики. Но не разрезаю. А теперь в каждое вот это, в каждое буду вставлять сыр. Даже этот этот кусочек сыра по высоте получается великоват. Значит, я еще раз сыр разрежу еще вот так. Тесто у меня не такое высокое. Этот сыр высотоват получился. Вот. Теперь оно хорошо вставляется все. Вставляю в сыр в свои вот эти вмятины. И поперек. Такие кусочки поперек вставляю. А тесто уже подходит. Сюда даже два штуки вставим. Прямо под руками подходит. Тесто очень воздушное. Вкусно получится для тех, кто любит выпечку с сыром. В общем, везде, где я сделала надрезы, вмятины, я везде вставляю кусочки сыра. Вот, что у меня получилось. Теперь достану кунжут, присыплю сверху кунжутом и немножко подожду, пока тесто здесь уже на сковородке подойдет. Буду присыпать черным кунжутом. И немножко подожду. Я здесь делаю, чтобы сыр не касался края формы сковородки, чтобы тесто здесь было. Все, подождем чуть-чуть. И смотрите, я лепешку ничем не смазала, а кунжутом посыпала. И чтобы семечки все-таки как-то держались, я лепешку побрызгаю просто обычной водой. Немножко. Все. Теперь семечки уже будут держаться. Можно, конечно, все это смазать яйцом. Вот, смотрите, теперь уже держатся семечки все. Смотрите, что получилось. Тесто у нас поднялось. Буквально, я не знаю, минут 8-10, наверное, прошло. Духовка прогрета до 180 градусов ставлю на выпечку. Засекаю время. Пока моя лепешка с сыром печется, посмотрите, какие я стаканы достала. Я достала из подвала компот, яблоки с чем? С черноплодкой, по-моему. И вот такие стаканы достала. Посмотрите на них внимательно. посмотрите, какие рисунки. Золотая каемочка сверху. Очень тонкое стекло, очень тонкое. Эти стаканы с нами живут уже 45 лет. Дарили нам их на свадьбу наши друзья. Друзья сейчас живут в Германии, далеко от нас. Большой привет им, если, конечно, смотрят. Вот достала такой компот и хочу налить компот в стаканы, а яблоки в тарелку выкладываю. Бабушка у нас очень любит такие яблоки. Это компот прошлого года. У нас в этом году нет яблок. Будем довольствоваться тем, что было в прошлом году. Яблочки вот такие. Белый налив был, вот такой крупный, большой. Ох, поломала даже одну. Я уже закрывала их, они спелые-спелые были. Белые именно. Яблоки наши были. У кого дома есть заготовки, но пора приступать к поеданию заготовок, которые у вас там накопились. вот мы потихоньку тоже лазим в свой подвал и достаем оттуда свои вкусняшки. Скоро лепешка испечется. А это я еще накладываю яблоки для мамы отдельно. Сейчас пойдем ее угостим. Вот тут даже в яблочке ягодка застряла красивая. Ну пойдемте со мной вместе любой бокал и пойдем к бабушке в комнату. Мам, я вот тебе принесла компот с нашего подвала и яблоки, которые ты любишь. Какие ты любишь яблоки? Ну-ка, расскажи всем нам. Наши яблоки, какие ты любишь? Белый налив. Белый налив любишь. Это вот прошлый год яблоки белый налив. Ну надо к столу конечно идти. Ну компот так можешь попить, а яблоки потом. Сейчас расскажешь, как ты их ждешь, эти белые наливы. Когда они наливаются. Все вкусно. То, что от наших яблок, от слива и лишних все вкусное. Тут по-моему черноплодка. Вон ягодка. Яблоки с черноплодкой цвет такой дали. А вот у нас черноплодки не стало? Стало. В этом году их птицы съели. В этом году все птицы голодные. Из лесов летят птицы к нам, все клюют. Из лесов он жалуется, выходят и медведи, и лоси на дорогу. Все идут. Почему-то этот год голодный. Есть хотят. Да, все есть хотят. Там, наверное, бывают дети. Лисы к нам прибегают же, лисы. А помнишь, как ко мне сюда, к вратам, подошла и на меня смотрит. Я говорю, что тебе надо, молчит. Подожди, я тебе сейчас хлебушка принесу. Пока я пришла сюда, она ушла. Она не научилась разговаривать. А ушла, а потом люди, соседи по этой улице, говорят, она зашла, говорит, там сколько цыплят погрызла. Вот так, голодные, да. Но это уже несколько лет назад было. Да. Ну, давай, приятного тебе аппетита. Скоро обедать будешь. Аппетит не надо. Я вот сюда поставлю, ты на столе потом кушать-то будешь. Да, да. Не хочешь больше? Хватит, потом куда буду ужин девать. Да, места мало. Да. Живуток маленькие. Женщины, всех я вас люблю, передаю вам привет и будьте здоровы, не болейте никто. А то вот сейчас вон сколько больных у нас. Не болеете. А мужчины? И мужчины тоже. И старые, и молодые. Всем привет и пожелания добрые. Молодец. 30 минут прошло, я уже проткнула, попробовала, все готово. Выключаю и достаю наш пирог. Вот такой получился пирог наш красивый. Поднялся хорошо. сейчас попробуем достать. Готово. Так, обратную сторону только хотела для вас. А очень горячо. Очень горячо. Попробую. Стучит барабан. Барабан мой был плох, барабанщик бог. Ну, а ты была вся из света. Так могла. Так могла. Опа. Подождем, пока остынет, а потом будем разламывать. Его не резать, надо ломать. А компота моего остался один стакан. Пришли Аня с Богданчиком. Сразу на компотик пирога не дожидаясь. Аня готовит у нас сюрприз. Поэтому пришли к нам. И об этом сюрпризе вы потом узнаете на ее канале. Вот наша Анюта подошла. Привет всем. Будешь рассказывать о своем сюрпризе? А сюрприз я сегодня только сниму, наверное, и выложу попозже. Может, через день, завтра. Сюрприз для Миши с Леной на день их свадьбы. Вот. Я это готовлю. А вы посмотрите, что я приготовила. Так что заходите в гости не только ко мне, но еще и каюте. А может быть, и к Мише. И там интересно, и там тоже интересно. А еще Богдан у нас начал снимать. Потом посмотрите. Уже можно держать. Уже не так горячо. Итак, приступаем. Разрывные булочки. Сыр. Та-да-та-там. Я вам не сказала та-да-та-там. Смотрите. Тесто отрывное. Поднимается. Еще теплое. Пахнет очень хорошо. Вот такой пирог с сыром. Булочки такие можно и с супом, и с чаем, и с борщом, и с компотом. С чем хотите. Всем приятного аппетита желаю. Вкусного-вкусного пирога вам желаю. Простой рецепт. Вода, соль, немножко сахара, растительного масла и 15 грамм дрожжей. Ну, сыра вы видели. Наверное, три кусочка всего у меня ушло. И все. Пробуем. Продолжение следует... Продолжение следует...